Решением проблемы, которая возникла у семьи села Вишневого, занимаются в департаменте образования Севастополя. Напомним, третиклассника отказываются подвозить на школьном автобусе и ежедневно в Орловку. Ему приходится ходить пешком. Село, в котором проживает мальчик, закреплено за 46-й школой, а сам он обучался в Каче до того, как в местном образовательном учреждении начался капитальный ремонт. В профильном ведомстве подчеркнули, что в этом вопросе есть сложности, поэтому совершенно, казалось бы, простая проблема до сих пор не решена. Семья приняла решение перевезти все-таки в Качу, в поселок Качу, в 13-ю школу, и уже самостоятельно добирался ребенок до школы. Сейчас мы прорабатываем вопрос, каким образом возможно осуществлять подвоз обучающегося к школе в селе Орловка. Тут есть определенные сложности, потому что это специализированная перевозка. Это не передвижение городского маршрутного автобуса или маршрутного такси, потому что предусмотрена посадка и высадка ребят в школьный автобус, специализированный транспорт в строгом соответствии с правилами организованной перевозки детей. Поэтому сейчас изучаем вопрос, каким образом можно предусмотреть возможность подвоза обучающегося к школе в село Орловке. Родителям третьеклассника предложили несколько вариантов временного решения проблемы. Отвозить ребенка в Качу, где за ним закреплено место в школьном автобусе, или перевезти мальчика в 46-ю школу. Поскольку оба варианта семьи не подходят, в департаменте надеются найти альтернативное решение на время капитального ремонта, о котором сообщает маме школьника. Она, к сожалению, отказывается от взаимодействия и ожидает решения. Мы ее несколько раз приглашали в департамент образования обсудить пути решения и каким образом мы можем выйти из сложившейся ситуации, предложить какие-то альтернативные пути, обсудить это все. Но пока встреча такой у нас не получилась. Сложно говорить о времени. Я думаю, что в ближайшее время мы получим какой-то путь решения. Сейчас прорабатываем, то есть с учетом всех нормативных документов, которые существуют, сейчас ищем законный путь, каким образом мы могли бы это осуществить.